Азан.кз представляет Более часто повторяющееся в Куране и в хадисах имя Господа – Аллах. Это самое популярное и упоминаемое имя в устах всех творений, независимо от того, каким языком они владеют. Аллах. Это имя, указывающее на Создателя, которому присущи господские эпитеты, качества. Этим именем не владеет никто, кроме Создателя. Поэтому имени не обращаются ни к кому, не взывают к кому-либо, помимо Всевышнего Создателя. Аллах. Это имя Господа, который заслуживает поклонения, которого ночью и днем восхваляют, восславляют, возвеличивают все семь небес и семь земель, и все, что в них находится, и люди, и джинны, и суша, и море. Всевышний в Куране говорит. «Восславляют его, Аллаха, семь небес и земля, и те, кто на них. Все творения. И нет ничего, что не восславляло бы его, вознося хвалу ему. Но вы, о люди, не понимаете их восславления». Сура Алисра, аят 44. Аллах. Это слово, состоящее из легких, мягких гортанных букв, произнести которое способно даже маленькое дитя, человек, не владеющий арабским языком, а также шепелявый. Что же означает это имя? Возвеличивание. Аллах. Всякое творение чувствует, что Всевышний Аллах окружил его разными видами благ, переполнил его дарами, почетом, изобилием и щедростью. И поэтому следует направить сердце к Аллаху с любовью, возвеличиванием и усердием. Любовь. Аллах. Это Бог, к которому устремлены сердца, и которого возлюбили души. И из-за этого между Творцом и Творениями должна пребывать любовь. Всевышний в Куране говорит. Увы, которые уверовали. Если кто-нибудь из вас отступит от своей веры, то Аллах приведет вместо вас других людей, которых Он любит и которые любят Его. Сура Аль-Маида, 54 аят. Всевышний Аллах любит своих рабов, которые любят Его и подчиняются Ему. Любит тех, кто придерживается Его велений и предписаний. И посланник Аллаха, да благословит Его Аллах и приветствует, подчеркнул, что любовь к Аллаху является одной из величайших степеней, которой стремится уверовавший. Атанаса, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, но благословит Его Аллах и приветствует, сказал. Сладость веры ощутит тот, в ком соединятся три качества, кто будет любить Аллаха и посланника Его больше всего остального. Будет любить человека только ради Аллаха. Не пожелает вернуться к неверию, так же, как не желает быть вергнутым в огонь ада, бухари, муслим, термези. Так, посланник Аллаха обусловил сладость веры любовью. Любовью к Аллаху, любовью к брату ради Аллаха и нелюбовью отрешения от Аллаха. Чувство любви – это чувство, льющееся из переполненного изобилия, что ощущает мобмин по отношению к Господу. И в ответ он ожидает и надеется на обратную любовь Аллаха к нему. Ведь у того, кого полюбит Аллах, нет никакого страха. Он будет видеть во всем мире лишь добро, радость, счастье. И встретит он смерть и ахират в добре и благе. Так как Всевышний Аллах, когда любит раба, повышает его степень в раю и приближает к себе. Непостижимость. Одно из значений имени Аллах – это величие во всем, в качествах, в именах. И это величие невозможно постичь умом, осознать. Ведь Всевышний Аллах – первый, не имеющий начала существования, последний, не имеющий конца существования. Его величие и совершенство не достичь и не счесть. Если представить, что человек сможет увидеть величие Аллаха при создании чего-нибудь, то он увидит такое великолепие, что ему останется лишь восхвалять Всевышнего следующими словами. Пречисто Аллах, хвала Аллаху. Нет Бога, кроме Аллаха. Аллах велик. Потом обрати свой взор еще раз и еще раз. Вернется к тебе взор униженным и утомленным от того, что не смог найти недостатка в творении Аллаха. Сула Аль-Мульк. Аят четвертый. Искренность. Аллах – это Бог, которому поклоняются, ради которого верующие очищают свои сердца, делают искренними свои поклонения, молитвы, хадж и другие религиозные обряды. Скажи, о Мухаммад, поистине, молитва моя и жертвоприношение мое, жизнь моя и смерть посвящаются Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварища. И это совершать искреннее поклонение только Аллаху невелено. Я первый из предавшихся Аллаху. Мусульман. Сура Аль-Анам. Аяты 162-163. Первые слова, посредством которых человек входит во врата ислама, увидено Божие, это слова. Нет Бога, кроме Аллаха. Этими словами человек признает единого Господа, признает, что Он заслуживает поклонения и подчинения, что нужно направить все свои силы, усилия ума, сердца, чистее тело, на возвеличивание, восхваление, поклонение такому Господу. Глубину и величие этих слов можно заметить на лицах, только что принявших ислам людей. Их лица сияют, их улыбки искренни.